На штабе по комплексному развитию региона губернатор призвал глав муниципальных образований участвовать в доработке плана по выходу экономики из кризиса. По словам Сергея Морозова, сейчас оздоровление хозяйства области является главной задачей. Губернатор объявил месячник борьбы с нелегальной торговлей. Во время пандемии она может стать дополнительной угрозой заражения. Оставка должна делаться на электронные торговые сервисы. Заниматься их развитием должны муниципалитеты. Давайте мы начнем уже создавать в том числе и такие вот муниципальные офисы, которые будут реально заниматься. Это новый сектор экономики для Ульяновской области. Но одновременно вы уже слышали от Ганединова просто, так сказать, сумасшедший рост по цифрам. Начинали прям, что называется, с копеек, а уже вышли, так сказать, на полмиллиарда. С вопросом восстановления экономики не должна теряться борьба с коронавирусом. Ситуация продолжает оставаться сложной. С 14 июня будут сняты многие ограничения, но масочный режим не должен ослабевать. Сейчас вот проехал, так сказать, по Ленинскому району, за редким исключением увидишь, чтобы кто-то, так сказать, соблюдал вот эти базовые требования. Никого не рабеев, не души, чтобы хоть кто-то, так сказать, делал замечания, объяснял. Отдельный вопрос касался помощи тем, кто ежедневно старается бороться с ростом заболеваемости. И в первую очередь он касается работников здравоохранения. Мы действительно добавим еще 10 миллионов рублей на губераторскую ипотеку. И все эти 10 миллионов рублей, которые позволят нам почти 70 квартир приобрести, значит, направим на поддержку здравоохранения. Плюс к тем, которые мы и так приобретаем сейчас для работников здравоохранения. То есть у нас настрой такой достаточно серьезный, чтобы мы в ближайшие, так сказать, пару лет приобрели там в пределах 140, может быть, даже и больше. Там Виктор Михайлович там еще будет с коллегами подсчитывать квартир, домов. В том числе и, прежде всего, половина из них в сельской местности. Меры поддержки предоставят также волонтерам. На ежемесячные траты им будет выделяться по полторы тысячи рублей. В случае, если добровольец заболеет ковидом, то получит от 25 до 50 тысяч рублей, в зависимости от степени тяжести. Все волонтеры должны бесплатно обеспечиваться индивидуальными средствами защиты и дезинфекторами. Подобных мер поддержки волонтерского движения нет ни в одном регионе. Меры защиты применяют и к населенным пунктам. Санитарные обработки подвергаются общественным пространствам, на квартирные дома и учреждениям. Тотальная обработка была проведена в период со 2 по 5 число в городе Ульяновск, где обрабатывались комплексно полностью районы. Заходила дорожно-помывочная техника, заправленная специально дезинфицирующими растворами, специальная техника по помывке тротуаров. И с помощью специально обученных людей проводилось вот такое обеззараживание всей территории. Безопасность касается не только инфекции. Идут школьные каникулы, детей трудно держать дома. Губернатор объявил о старте проекта нулевого детского травматизма. Этот вопрос будет стоять на повестке у специально созданной комиссии. Лето должно стать для детей периодом безопасности. Там доведут до вас все эти цифры, доведут до вас все вот эти выводы, о которых я говорю. Сбережем огромное количество детей. Поэтому Екатерин Вячеславович тоже прошу, так сказать, вот Министерства руководителя муниципалитетов отработать эту тему, чтобы еще все об этом серьезно не только поговорили, а задумались. Кроме того, глава области поручил перезапустить проект в социокультурные истоки. Духово-нравственные ценности планируют прививать всем воспитанникам дошкольных учреждений. А Министерство семьи будет создан Департамент семейного благополучия и воспитания. Пока одни отдыхают, другие готовятся к экзаменам. ЕГЭ в этом году будут сдавать более 5000 выпускников. Президентам разрешено сдавать только тем, кто собирается в этом году поступать в вузы. На принятие важного решения дано еще время подумать. Мы в этом году, один из 14 пилотных регионов, всего лишь 14 субъектов, перешли на новые технологии доставки экзаменационных материалов по сети интернет и сканирование бланков ответа в аудиториях. Все педагоги будут работать на едином госэкзамене в перчатках и масках. А вот выпускникам их надевать можно по желанию. Никакого обязательного требования по перчаткам и маскам для них не предусмотрено. Егор Титов, Александр Худряшов, Новости Улправда ТВ. Новости Улправда ТВ